Несмотря на то, что карнавал пройдёт по улицам центра Сочи, Анатолий Пахомов даёт поручение – чистыми и благоустроенными должны быть все районы города. Ведь многие туристы приедут в Сочи специально на праздничное шествие, в честь открытия курортного сезона поселятся и будут отдыхать в разных его частях. Карнавал – это открытие, или традиционное даже открытие, по сути дела, пляжного сезона. Пляжный сезон для нашего курорта – это основной сезон. Сезон надо открыть достойно, а чтобы открыть достойно, естественно, надо подготовиться к этому открытию. Вот не только центральный район, но и другие районы города должны привести всё в порядок. Прежде всего, конечно, это чистота. По-прежнему актуальным остаётся и вопрос сброса канализационных стоков, отмечает мэр. С начала года специальной комиссии провели порядка 300 рейдов и обследовали более 2800 объектов. По 76 адресам выявлен сброс хосфекальных стоков на почву, в море и ручьи, а также незаконные врезки в ливневые сети. Коллеги, главнее сейчас задачи, чем перекрыть вот эти все стоки, нет у нас. Мы видели безобразие, с каким относится водоканал опять к этим задачам. По закону всё делать предупредили за 10 дней и пришли – отключили. В Сочи от воды и канализации отключат не только небольшие частные дома без жизненных благ за грубое нарушение природоохранного законодательства, за что, кстати, грозит уголовная ответственность, остаются многоквартирные дома, частные гостиницы и прочие объекты бизнеса. Недавний пример – известный в Сочи ресторан «Замок Двин». Результаты проверки показали – заведение сбрасывает неочищенные стоки, а ресторан большой и наверняка с неплохой прибылью. Комиссия пару недель назад его отключила от воды и сегодня вновь осмотрела место отключения, чтобы проверить, нет ли самовольного. На воротах – вот такое объявление. На очистных сооружениях ресторана трудятся специалисты. Одним словом, грубые нарушения устраняются. Пройдена изоляция полностью, это специальным раствором. Переделаны входы, видите, трубы новые переделаны, высота была неправильная. Сейчас оно сохнет, всё это дело. Комиссия проверяет – в ресторане действительно нет воды, залы пустые. Администратор добавляет – в том числе и вечернее время. Организация общественного питания в соответствии с санитарными нормами и правилами не имеет права заниматься деятельностью на привозной воде. И хотел бы предупредить граждан города Сочи и отдыхающих, скажем так, в случае оказания таких услуг организации общественного питания ресторанам «Занка», «Двин», проинформировать Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. Ну а меры – это закрытие ресторана на срок до 90 суток, что, конечно, невыгодно заведению в высокий сезон. Ну а устранить все замечания и подать заявление на повторное подключение к воде ресторан планирует до конца мая. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».